Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. Продолжаю разговор о гипербореи. Читаю из сайта Proza.ru реферат Михаила Самарского «История Руси и гипербореи». Это для тех, кто сомневается в том, что ученые этим вопросом не занимаются. На карте современного состояния дна Северного Ледовитого океана хорошо видны очертания огромного плато с изрезанной речными долинами береговой линией, как если бы это был материк, еще совсем недавно возвышавшийся над водами океана. Очертания этого подводного плато при наложении на карту гипербореи Герарда Меркатора имеют очень много удивительных совпадений, которые никак нельзя объяснить просто случайностью. Свидетельством существования в северных широтах древней высокоразвитой цивилизации являются находящиеся здесь повсюду мощные каменные сооружения и памятники. Знаменитый Стоунхендж в Англии – аллея Менгиров во Французской Британии, каменные лабиринты Скандинавии, монументы Кольского полуострова и Соловецких островов. Летом 1997 года орнитологическая экспедиция открыла подобный лабиринт на побережье Новой Земли. Диаметр каменной спирали около 10 метров и выложена она из сланцевых плит весом 10-15 килограмм. Эта исключительно важная находка до сих пор под лабиринты на такой географической широте никогда и никем не описывались. Везде находятся следы жизни людей – и в Ленинградской области, и в Якутии, и на Новой Земле. Свидетельство о легендарной стране, не одно столетие воспеваемой поэтами, можно найти у древних историков. Однако, где она была расположена и в какое время существовала, дополнительно неизвестно. Большинство исследователей считают, что цивилизации гепперборейцев 15-20 тысяч лет. Несмотря на столь седую древность, это удивительный народ, как полагают ученые, имел в своем арсенале летательные аппараты, при помощи которых, используя аэрофотосъемку, создал, например, карту Антарктиды. Но есть ли достоверные факты, подтверждающие сам факт существования удивительной страны? Одно из возможных доказательств – изображение на старых гравюрах. Наиболее достоверная из них – карта английского мореплавателя Герарда Меркатора, изданная в 1595 году. На этой карте в центре изображен легендарный материк Арктида, вокруг побережья Северного океана с вполне узнаваемыми островами и реками. Именно эти подробные описания северного побережья Евразии и Америки дают основание для аргументов в пользу подлинности этой карты. На карте Меркатора, основанной на каких-то древних знаниях, Гиперборея изображена достаточно подробно, в виде архипелага из четырёх огромных островов, отделённых друг от друга полноводными реками. В центре находится высокая гора. По некоторым источникам – Вселенская гора прапредков индоевропейских народов Меру. Располагалась на Северном полюсе и являлась центром притяжения всего небесного и поднебесного мира. Вот здесь я перервусь и поделюсь вот таким сравнением. Во время медитации человеку пришла мысль, что гора Меру – это и есть наша раскрывшаяся Сахасрара, а наш позвоночник является проекцией оси нашей планеты Земля. Продолжаю читать дальше. Любопытно, что в российских водах Ледовитого океана действительно существует подводная гора, практически достигающая ледяного панциря. Есть все основания предполагать, что она, как и упомянутые выше хребты, погрузилась в морскую пучину сравнительно недавно. Также на карте изображен пролив между Азией и Америкой, открытый лишь в 1648 году русским казаком Семеном Дежневым. А в 1728 году пролив был вновь пройден русской экспедицией во главе с Вигусом Берингом и впоследствии назван именем прославленного командора. Между прочим, известно, что, держа курс на север, Беринг намеревался открыть в том числе и Гиперборею, известную ему по классическим первоисточникам. Но откуда же тогда Беринга в пролив попал на карту Меркатора? Может быть, из того же источника, откуда почерпнул свои знания Колумб, отправлявшийся в обессмертившее его плавание, отнюдь не по наитию, а располагаясь сведениями, добытыми из секретных архивов? Откуда появилась эта карта у великого фламандского картографа Герарда Меркатора, жившего в XVI веке, на которой столь подробно нанесены очертания северной части Азиатского материка? В то время эта территория была еще совсем неизвестна никому из европейцев и вообще не исследована ни одним из живших тогда народов. Карты Азии попали в руки Меркатора, как ранее карты Америки в руки Колумба, из Османской империи, завоевавшей Византию, а там они хранились еще со времен Древней Греции. На карте, принадлежавшей турецком адмиралу Пирирейсу и датированной 1513 годом, есть и Южная Америка, и Антарктида, открытые европейцами много позже. Турецкий адмирал письменно утверждал, что эта древняя карта еще со времен Александра Македонского. Судя по всему, в руки древних греков эти карты попали от самих гиперборейцев и атлантов, покинувших свои родные места после какой-то катастрофы, погубившей их. В календарях египтян, ассирийцев и маи катастрофа, погубившая гиперборею, датируется 11 542 годом до н.э. Спрашивается, какое отношение все это имеет к историю Руси? И хочу добавить для вас, что Русь – это понятие очень такое емкое и содержит в себе не только Россию, но вообще все наши славянские народы. Это было мое отступление. А теперь продолжаем дальше. Какое же отношение все это имеет к истории Руси и к русскому мировоззрению? А вот какое. Подавляющее большинство исторических событий, упомянутых в древних источниках, происходило в северных широтах Евразии, то есть главным источником происходило на территории современной России, именуемых в древности Гипербореей. Но вот здесь уже конкретно. Гиперборея столь же знаменита, как и ее географическая сестра Атлантида. Обе – звенья одной цепи. Участь обеих одинаковая. Они погибли в результате мощного природного катаклизма. Но какие бы катаклизмы ни сотрясали Землю, всегда остаются неуничтожимые следы. Ну вот немножечко опять отступлю. Потому что по еще одной версии, так сказать, дети гиперборейцев, которые не стали почитать богов, так как почитали их отцы, деды и прадеды, то есть более молодое поколение, оно не согласилось с уставами своего народа, своей цивилизации и отошло намного южнее. Итак, это получилось новое поколение, но выходцы из той же гипербореи, которые решили состязаться со своими прародителями, со своей прародиной в силе кто кого. Поэтому применялись различные средства великих знаний, магических знаний. И вот это и привело к природному катаклизму. Продолжаю. Но какие бы катаклизмы ни сотрясали Землю, всегда остаются неуничтожимые следы. Во-первых, чудом сохранившееся свидетельство античных источников, разрозренные, противоречивые, но нисколько не утратившие своей ценности. А во-вторых, материальные памятники, точнее то, что от них осталось по прошествии тысячелетий, сохранившиеся по периферии и на возвышенностях погрузившегося на дно материка Арктиды, Гипербореи. Наиболее перспективными в этом отношении являются Кольский полуостров, край древнего солнечного божества Кола, Карелия, Полярный Урал, Новая Земля, Шпицберген, русский грумант, и другие северные территории. На этой части я, пожалуй, сделаю паузу, перерыв и скажу вам всего хорошего. С вами была Надежда Николаевна. Ставьте лайки, нажимайте колокольчики, подписывайтесь на мой канал. Но продолжение следует.